Казань древний город, история которого насчитывает более тысячи лет, славится интересными и необычными легендами, среди которых есть и загадочные истории об аномальных и мистических местах города. Оценить правдивость городских легенд сложно, но казанские любители мистики утверждают, что привидение в городе не просто выдумка. Это городские легенды Казани. Верить или нет, решать только вам. Арское кладбище расположено в самом центре города, на улице Ершова. Самые страшные аномальные явления здесь – привидение ребенка лет семи, которое показывается казанцам довольно часто и до сих пор. Говорят, что в старинной части Некрополя можно увидеть маленькую могилку с белоснежным камнем из мрамора без единой надписи. Захоронение это двухсотлетней давности. Отец ребенка скончался еще в день рождения своего чада. Когда дитя умерло примерно в семилетнем возрасте, мать ребенка все свои сбережения отдала на изготовление могильного камня. Но высечь на камне имя ребенка, у нее не хватило средств. Сама несчастная мать скончалась от горя и голода прямо на могиле своего ребенка. И до сих пор непрекаянная детская душа бродит по кладбищу и просит, чтобы на камне обозначили, как его зовут. Не менее жуткую историю можно рассказать и про парку Дома культур и химиков. Парк, построенный на костях трех тысяч человек, жителей Казанской губернии. Ведь раньше на этой территории находилось кладбище при Кизическом монастыре, основанном еще в 17 веке. В те времена в Казани свирепствовала чума, унесшая жизни более 40 тысяч человек. В монастырь были доставлены мощи девяти мучеников Кизических, чудотворный образ Смоленской иконы Божией Матери. И, как гласит легенда, с тех пор мор прекратился. Но в 1964 году к приезду Никиты Хрущева кладбище уничтожили, вырвали все надгробия, а могилы сравняли бульдозерами. Перезахоронений, естественно, не было. После этого в близлежащей деревне Козья Слобода временами стали пропадать юные девушки, а на монастырском кладбище появлялись безымянные могилы. По другой легенде, в парке есть старая сосна с дуплом, возле которого выжжена буква «Г». По ночам из дупла появляется призрак и охотятся за несовершеннолетними девочками. Известны и имя этого призрака – Гальпен. Но вот связаны ли эти легенды как-то между собой? Что не дает покоя призракам? Увы, но истина затерялась в веках.